Лето – особый период для водолазно-спасательной службы. Большое скопление людей на пляжах требует от сотрудников освода более чуткого присмотра за отдыхающими. На помощь людям в оранжевой форме приходят сезонные матросы-спасатели, плавсредства, а также водолазные снаряжения. Валентин Малицкий, шесть лет работающий на станции Грибной канал, знает толк в летнем обмундировании осводовца, который, к слову, от зимнего отличается лишь комплектацией комбинезона. Летнее снаряжение называется мокрого типа, то есть оно промокает. Люди просто спрашивают часто, холодно, не холодно, то есть в нем достаточно тепло. То есть летнее снаряжение, оно мокрого типа, то есть оно промокает, набирает порцию воды определенную, нагревается тело, как наша одежда держит теплый воздух, так же самый этот комбинезон держит теплую воду внутри. Вот, такой его принцип работы. Спасательная линь, круг, поплавок, а также конец Александрова – все эти средства верны помощники осводовцев, которые играют не последнюю роль в случае возникновения опасной ситуации на воде. А они, судя по статистике, начались раньше открытия официального купального сезона. К сожалению, этот год уже начал отсчет этих жертв. С начала года у нас утонуло на водоемных областях 25 человек. Только в мае 5 человек утонуло. Но я хочу сказать и обратить внимание на то, что от купания, в период купания утонул только один человек. Все остальные случаи произошли в результате падения в воду, а это следствие злоупотребления спиртными напитками. Поэтому хотел бы на это обратить внимание, что вот эта жаркая пора наступает, люди выходят на водоемы отдыхать, купаться. Ни в коем случае это первая заповедь – не злоупотреблять спиртными напитками. С началом летних каникул вероятность встретить детей на городских пляжах и водоемах возрастет в разы. Именно они находятся в группе риска. Статистика неумолимо подтверждает тот факт, что даже присутствие родителей на водоемах, увы, не дает гарантии того, что ребенок не окажется под водой. И это касается не только реки и озер. Несчастный случай может произойти дома, около колодца или мини-бассейна, и только по недосмотру взрослых. Немаловажным фактором для всех будет соблюдение правил безопасности во время солнечных и купальных ванн. Всегда надо оценивать свои силы, не заплывать на, особенно на светоходную часть реки, потому что баржа, в частности у нас тут в Бресте, не нырять с лодок, не нырять еще особенно в незнакомых местах, потому что у нас очень много случаев по республике и по области, когда получают травму позвоночника, человек парализован, никому это не надо, не надо испытывать судьбу. То есть нырять только в проверенных местах. Ну и соответственно не баловаться на воде, потому что не подавать ложных криков о помощи. Потому что два раза к тебе придут на помощь, а на третий раз подумают, что ты шутишь и произойдет несчастный случай. К списку правил поведения на водоемах можно отнести и соблюдение режима нахождения на солнце. Также отдыхающим нужно помнить о том, что нежелательно купаться при температуре воды ниже 18 градусов, поскольку это может спровоцировать появление судорог и, как следствие, несчастный случай. Ведь, как известно, вода ошибок не прощает.